Кирилл и Мефодий Кирилл и Мефодий Кирилл и Мефодий переводили Священное Писание на современный язык того времени. То есть тот славянский язык, на который они переводили, который они формировали, и был современным разговорным языком для X-XI веков. Потом уже позже на Западе начнется перевод Священного Писания на современные языки. Но в этом плане церковно-славянский перевод на несколько веков древнее. Потому что здесь мы уже видим перевод на современный язык того времени. А дальше начинаются очень интересные события. Дело в том, что русская православная культура по сути своей, консервативна. Да, были попытки внести в Священное Писание определенные исправления, в частности переводческие исправления, прежде всего переводческие исправления. И они вносились. Действительно вносились. Но реформация обошла Россию стороной. 15-16-17 века, которые были бурными веками, особенно 16-17 века, которые были бурными веками реформации в Европе. Вот эти бури Россию миновали. А язык, реальный язык, на котором люди говорили, уже далеко ушел от языка, на котором писали в свое время Кирилл и Мефодий. Библия перестала быть общепонятной. Она перестала быть общедоступной. Но при этом происходит еще некоторое интересное событие. Во-первых, славянский язык, именно старославянский или церковнославянский язык, постепенно получает статус языка священного. Что имеется в виду? Священный язык — это язык, который особым образом подготовлен для передачи священных книг. В данном случае он и сделан был, и создан был во многом под передачу священных книг. А русский народ имеет особую миссию. Некоторые даже приходят к тому, что Бог оставил еврейский народ, наказав его тем самым за отвержение Христа. И историческую миссию в глазах Божьих имеет теперь русский народ. Народ православный. Обратите, пожалуйста, внимание, например, на такие названия, как Новый Иерусалим под Москвой. И точно так же, как еврейские и греческие языки были языками священными, точно так же священным стал язык церковнославянский и церковнославянский текст священного писания. Понимание этого факта поможет вам понять то, что было дальше. Дальше под влиянием реформации начинаются попытки перевода священного писания на современный язык. В 1683 году делается одна из них, пожалуй, первая попытка перевода Библии на современный язык после Средневековья дьяк посольского присутствия Авраам или Авраамий Фирсов. Выполняет эту работу, он переводит псалтирь. Он был дипломатом, это был российский дипломат. Он знал иностранные языки, но он не знал языка еврейского, несмотря на свое имя. А переводил он псалмы с польского языка. Он делает попытку перевода псалмов на русский язык. Попытка не удалась, но затея не удалась за попытку «спасибо». Затея не удалась в каком смысле? Этот перевод так и не был издан. Неизвестно, был он закончен или нет. Это перевод с другого перевода. Но все-таки это желание перевести священное писание на современный, или, как тогда говорили, обиходный язык. Перевод псалмов. В конце 17-го, начале 18-го века вопросом русской Библии озаботился Петр Первый, стремясь сделать Россию более западной страной. Он замечает, что на Западе люди читают священное писание на своих языках. И вот он поручает пастору Глюку выполнить перевод Нового Завета на русский язык. Глюк переводил, однако, с греческого, но прежде всего с немецкого языка. Он очень сильно опирался на немецкий язык. Этот перевод также не был издан, он не прошел ободобрения, утверждения. И перевод так и остался хорошей затеей, хорошей попыткой, которая так и не была реализована. И вот здесь нужно сказать о том, какие силы препятствовали русскому переводу Библии. Ведь реформация во многом дала возможность простому человеку читать Библию. Не ученому, не богослову, не священнослужителю, а простому человеку. В России, как таковой, реформации не было. Были евангельские группы верующих, но они не представляли собой движение, они представляли собой широкое движение, имевшее широкий общественный резонанс и общественную поддержку. Значит, аргументация противников современного перевода Библии, перевода на современный язык, сводилась к следующему. Во-первых, Библия уже написана, как святая священная книга на священном языке. И священную книгу на обиходном, на простонародном языке писать нельзя. Для священного текста должно было быть священный язык. Для священного употребления должен быть священный сосуд. Как-то так Иисус будет говорить на простом, мужицком, народном русском языке. Это был первый аргумент. Второй аргумент. Если каждый желающий начнет читать Библию, причем делать это сам, то умножится ереси. И в этом они были правы. Вы представляете, вот взять Юлю и дать ей Библию, «На, читай, понимай, разбирайся сама». Это будет полное безобразие. Какие ереси придут ей в голову, предсказать нельзя. Надо, чтобы Юля пришла к священнослужителю. Или даже просто на служение, церковь. И там ей и прочитают, и объяснят, и может быть даже скажут, как применить. Ну, понимаете, сделает это образованный человек, подготовленный человек, дабы у Юли, ну и любого из нас, искушений не было. А такие аргументы существовали и в Европе перед реформацией. Но в России эти разговоры шли еще в 18 веке. То есть, если каждому человеку, каждому мужику, каждой женщине дать Библию читать, то что же тогда будет? Еще один из таких благовидных аргументов. Ну как же, Библия неизменна, столько лет неизменна. А сейчас мы выпустим ее по-новому. Что же это за новая Библия? Это же крах веры получится. Как можно менять? Вот православная церковь, официально православная церковь, выступала не только против современного перевода Библии, но даже против исправления уже существующего старославянского, церковнославянского перевода, даже в тех случаях, когда было понятно, что переводчики того времени ошиблись. Библия оказалась в законсервированном состоянии. И вот, друзья мои, наступает XIX век. И в самом начале XIX века, в 1804 году, создается Лондонское библейское общество. К России вроде бы не имеет никакого отношения. Лондонское библейское общество создается прежде всего протестантами, однако людьми, желающими работать с разными культурами, с разными конфессиями, с разными странами. Людьми, которые стоят вот на какой позиции. Слово Божие живо и действенно, острее меча бою до острова. Священное Писание Бога духовновенно. Авторитет Священного Писания выше авторитета Церкви. Каждый человек может и должен самостоятельно читать, изучать, понимать Священное Писание. Бог избрал Священное Писание для того, чтобы через Библию приводить людей ко спасению в Иисусе Христе. Знакомые принципы? Я думаю, нам с вами они очень хорошо знакомы. Вот Лондонское библейское общество начинает выпускать Библии на разных языках. И тут выясняется, что современной Библии на русском языке нет. Нет Библии на языках народов России. Малых так называемых народов России. И начинается движение в сторону создания филиала Лондонского библейского общества, Британского библейского общества в России. Но очень скоро стало понятно, что это будет отдельная организация. И вот в 1812 году, сразу после Наполеоновских войн, в октябре-ноябре 1812 года, представители Лондонского библейского общества приезжают в Россию и начинаются здесь переговоры. И в январе 1813 года создается, официально открывается Санкт-Петербургское библейское общество. А что в России? А Россия развивается такими скачками в духовном плане. Вверх-вниз, вверх-вниз. Один из представителей Лондонского библейского общества, когда он приехал в Россию, в декабре была встреча, в декабре 1812 года. И вот ему князь Голицын, если я правильно помню, читал об этом, сказал о том, что говорит, «У нас в России есть такая поговорка «Гром не грянет, мужик не грянет». Он говорит «Гром грянул». Помните, какой там «гром грянул» в 1812 году? Была Отечественная война, Наполеонская война. И мужик теперь не просто перекрестился, а мужик готов задуматься о самом главном. Ведь вот в эти предвоенные и после, и военные даже годы для россиян открылось окно в Европу. Они увидели свежие ветры, которые в Европе дули. И Господь после вот всех этих испытаний, после вот этого общего национального героизма в Отечественной войне в 1812-го года начал здесь чудесным образом работать. Вот это время с 1812-го по 1825-й годы стало для России временем большого пробуждения. Кто там на престоле это был, помните? Александр I. Александр I. Так вот, интересная вещь заключается в том, что пробуждение коснулось и самого Александра I. Никто не будь, а Александр I стал ярым сторонником библейского общества и перевода Библии на современный русский язык. В 1814-м году происходят два события. Александр I становится членом библейского общества, почетным членом Санкт-Петербургского библейского общества и своим указом преобразует Санкт-Петербургское библейское общество в российское библейское общество. Царственным указом ранг этой организации, уровень этой организации был таким образом повышен. Задача российского библейского общества состояла в том, чтобы переводить и печатать Библии на языках народов России, подготовить, издать Библию на русском языке, на современном русском языке, и ввозить в Россию Библии на других языках и печатать в России Библии на других языках. Короче говоря, задачей российского библейского общества было библейское просвещение. Князь Голицын был президентом, председателем Российского библейского общества. Как вы понимаете, поддержка российского библейского общества в государственном плане была на высшем уровне. Вот совершенно удивительное время, потому что действительно начались переводы. Началась работа над переводом Нового Завета сначала на русский язык. Начались миссионерские поездки, изучение, освоение языков других народов России для того, чтобы выполнить переводы на эти языки. Во многом российское библийское общество было обществом прозападным, но пыталось также привлечь и с успехом привлекало и православных участников. Православная церковь принимала участие в работе российского библийского общества. Однако к концу второго десятилетия XIX века начинаются проблемы. Представители крайнего крыла православной церкви начинают жаловаться, что в русском, российском библейском обществе засели сектанты и масоны. Эта масонская тема будет звучать достаточно откровенно. Что сектанты и масоны тянут в свою сторону и используют российское библейское общество как дестабилизирующий фактор в государственной жизни. То есть они не просто Библию приносят, а западные свои идеи приносят. И вот это надо было как-то остановить. Но еще на протяжении этих семи лет остановить процесс было невозможно. С Божьей точки зрения, я думаю, потому что Бог действительно действовал, делал свое пробуждение. А с политической точки зрения, потому что у российского библейского общества оставались высокие покровители, через которых работал Господь. Ну и шуметь было достаточно бесполезно. В начале 20-х годов 19 века выпустили Новый Завет, российское библейское общество выпустило Новый Завет на русском языке. А в 1825 году грянул еще один гром. Как вы думаете, какой? Ну почти. Только восстание. Восстание декабристов. Восстание декабристов. И вот выяснилось, и собственно известно-то оно было еще до этого, что некоторые из декабристов, влиятельных декабристов, были близки к российскому библейскому обществу. А выяснилось, что идеи декабристов, конечно, это были идеи демократической эволюции, это были идеи свержения самодержавия и так далее, но во многом это были еще и духовные идеи. И вот когда, особенно когда сменилась власть, и Николай I, Николай Палкин становится царем, потом, после подавления восстания декабристов, начинается расправа. И под эту расправу одним из первых попало российское библейское общество. В 1826 году высочайшим указом оно было закрыто. Но и это еще не все. Работа по дальнейшему русскому переводу Библии была признана вредной, так как она подтачивает основы православия и, соответственно, основы самодержавия и русской государственности. Вот смотрите, попытались этим заняться, что получилось, чуть революцию не устроили. И вот интересная жизнь, российская история. После войны, после того, как нужно было переосмыслить судьбы своего, судьбы своего поколения, после 1812 года, 13 лет благословенных, а потом вниз, причем резко вниз, после декабря 1825 года, начинаются годы реакции, причем реакции жуткой. О дальнейшей работе над переводами Библии можно было забыть на много-намного лет. Но находились чудики и чудаки, которые не забывали. В частности, в Питерской духовной семинарии, в Санкт-Петербургской семинарии, был преподаватель по фамилии Павский, который занимался со своими студентами переводом Ветхого Завета. якобы в рамках изучения еврейского языка. Он преподавал еврейский язык, и они переводили Ветхий Завет на современный русский язык. И фрагменты выходили этого перевода, фрагменты этого перевода получили распространение. Неофициальное, конечно, неофициальное признание. Но Павский со своими студентами этим занимался, хотя было понятно, что работа это опасная. Работа это никак не поддерживается государством, никак не поддерживается властями. Павский занимается этой работой. Он занимается, скажем так, на самом высоком уровне, как преподаватель семинарии. Но был еще один человек, и это забавная история сама по себе. Макарий Глухарев, Архимандрит Макарий, был миссионером, русским православным миссионером. Работал он на Алтае. Работал он среди малых народов Алтая, и на их языках, и на русском языке. Был, вообще говоря, лингвистическим гением. До 20-ти годов он изучил основные евреи, основные библейские языки. Но еще 8 лет он легко мог переводить тексты с русского языка на латинский. Обратите внимание, с русского на латинский. А не обратно. С латинского на русский любой гимназист нормальный мог. А с русского на латинский это же серьезно. Вот. Так вот, Макарий испытал на себе, что значит быть, что значит идти против системы. Работая там на своем Алтае, будучи далеко от государственной политики, а, как вы помните, тогда интернета и даже радио не было, он не мог понять, почему православная церковь не идет на новый перевод священного писания. То есть ему нужно было, занимаясь миссией, он был серьезным миссионером, он был серьезно верующим человеком, ему нужно было чем-то пользоваться, ему нужно было давать людям перевод библии. А перевода не было. Он говорит, ладно, нет, я сам начну переводить. И начал. В частности, он перевел Ветхий Завет. Серьезный человек работал. Но если бы он только переводил этот Ветхий Завет, а в конце 30-х годов, 836-837 год, ну сопоставьте, время смерти Пушкина, время, в которое у Лермонтова серьезные проблемы, время реакционное, очень страшное время, вот в это время он пишет, начинает письма писать руководству православной церкви. Он посылает свои письма, он посылает переводы, главы из перевода своего Ветхого Завета, и посылает письма. На письма ему не отвечают. Сначала он пишет, в общем так, достаточно разумно. Он говорит о том, что вот я считаю целесообразным, считаю необходимым заняться переводом Библии, и готов помочь, и готов оказать свою помощь посильную. То есть, он приглашает свою работу. Теперь представьте себе, сидит себе миссионер на Алтае, посылает письма в столицу, посылает результаты своего труда в столицу, а из столицы никакой реакции. Первое, второе письмо. Он решает писать третье письмо. Как вы думаете, как будет изменяться тон этих письм? С нарастающим гневом. Вот именно это и произошло с Глухаревым. Значит, он стал писать все более гневные письма, буквально обличая руководителей православных, предстоятелей православной церкви в том, что они не пекутся о просвещении народа. Не пекутся о том, чтобы народ читал Слово Божие. И вот это он делает в реакционные тридцатые годы девятнадцатого века. Вообще, очень смелый человек, но кажется, что человек, не совсем понимавший ситуацию. Или доверявший Богу и знавший, что Бог его в любом случае сохранит. Не получив ответа на письма, он решает сам отправиться в Петербург, чтобы лично поговорить. И приезжает в Питер. его выслушивают и делают ему серьезный выговор по двум статьям. Во-первых, за несанкционированный, неодобренный перевод Библии, а во-вторых, за грубое обращение с начальством, тем более с духовным начальством. И его отправляют, на него накладывают эпитимию, наказание. Он должен жить в доме у одного из православных деятелей того времени. И потом, через несколько лет, в 1843-1844 году, ему запрещают миссионерское служение вообще. Вот человек, который серьезно хотел что-то изменить, но он хотел что-то изменить в очень тяжелое время. и взывал благоразумие власти, а власть с политической точки зрения, она ведь еще, власть-то ведь еще хорошо помнила, что было, когда декабристам дали выйти на улицу. И поэтому, значит, соответственно, реакция весьма предсказуемая. Вот понадобилась смена политической эпохи, чтобы к вопросу о русском переводе Библии снова обратились. 1855-1856 годы. Снова ставится вопрос о необходимости русского перевода Библии. И утверждается комиссия и представители из нескольких богословских учебных заведений, которые этот перевод должны будут выполнить. Но на прозрачке этого нет, поэтому расскажу просто так, без прозрачки. Для этого перевода Библии, который потом станет синодальным переводом Библии, для работы над этим переводом Библии выставляется несколько условий. Условие первое. Хотя перевод будет осуществляться с греческого и еврейского языков, в случае противоречий решающее значение будет иметь старославянский или церковнославянский текст. текст. Что имеется в виду? Имеется в виду следующий принцип. Допустим, у нас есть греческие рукописи, более новые рукописи. Мы переводим и видим, что в греческих рукописях одно прочтение, а в старославянском тексте, так называемом тексте Кирилла и Мефодия, другое прочтение. От старославянского текста отступать нельзя. А в любом случае решающим будет текст старославянский. Почему? Объясняю. Потому что старославянский текст, церковнославянский язык, это язык благословенный. Уж он точно более благословен, уж он точно более сакрален, более избран Богом, чем язык еврейский. Ну и мы его лучше понимаем, естественно, чем язык греческий. Поэтому старославянский текст в общем должен доминировать. Это первое. Второе. Переводя Библию, необходимо сохранить ее звучание. Духовная книга должна быть возвышена. Почитайте повести Пушкина 830-х годов и почитайте перевод Библии, который был завершен к началу 70-х годов. вы увидите, что язык Библии более архаичен, чем язык Пушкина. Почему? Потому что эта стилизация, эта архаизация возникала вследствие необходимости ориентироваться на старославянский текст. Надо было дать простому Сергею или простой Юле что-то такое, что их не введет в соблазн. что-то такое, что будет звучать как старославянский текст. Обратите внимание, ведь в отличие от нас, жителей постсоветского времени, людей постсоветского времени, у людей 19-го века, у россиян 19-го века, старославянская Библия была на слуху. Они помнили, как это читается. Они знали, как это читается на служении. Поэтому отступать от этого было нельзя. и теперь смотрите, что получается. Архаичный такой язык, попытки приблизить к старославянскому и греческому. А помните, мы говорили, что хороший перевод должен звучать красиво, должен звучать понятно в той культуре, в культуре того языка, на который мы переводим. Либо мы прикрепляем себя, прилепляем себя к оригиналу, либо мы меняем текст и делаем его более понятным. Самое длинное предложение в греческом Новом Завете на греческом языке написано апостолом Павлом. И находится оно в послании к Ефесиным. Первая глава. Если брать современное деление на стихи, то с третьего по четырнадцатой стихи. Вы представляете одно предложение с третьего по четырнадцатой стихи. То есть на одиннадцать двенадцать стихов. В русском синодальном переводе это предложение разбили на два. Но все же структуру, синтаксическую структуру греческого текста постарались сохранить как можно ближе, как можно лучше. И получается предложение, которое действительно трудно читать. То есть мы привыкли к этому, но оно греческое, оно греческое по сути своей. Смотрите, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением, благословен, благословивший благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив, усыновить и так далее. Или так, на некоторые вольности авторы перевода русского все-таки пошли. В частности, когда писали некоторые слова в скобках или набирали курсивом, это слова, которые либо вставлены переводчиками для того, чтобы было понятнее, либо эти слова есть, допустим, в старославянской Библии, но их не было в греческом оригинале. Вот еще одно условие, еще одно правило, которое нужно было выполнять, которое нужно было исполнять. Если кто-то из апостолов цитирует Ветхий Завет, помните, мы с вами говорили о том, что апостолы не всегда цитировали Ветхий Завет дословно. Вот апостол цитирует Ветхий Завет. Цитата у апостола в Новом Завете должна дословно совпадать с тем, как этот стих написан в Ветхом Завете. Подождите, подождите. А если он и сам цитировал недословно? Тогда в русской Библии исправлялся Ветхий Завет. То есть Ветхий Завет нужно было переводить так, как он процитирован в Завете Новом. Потому что в Новом Завете апостолы лучше знали, как его цитировать. Даже если это противоречит еврейскому тексту. Почему бы было не оставить? Допустим, апостолы цитируют не совсем, как написано. Ну и что? Да потому что если в Новом Завете цитата из Ветхого, а цитата не совпадает со своим источником или не совсем совпадает со своим источником, то для кого-то будет камень представения. То есть кто-то может разочароваться в вере. Ну и соответственно для немощных в вере нужно Ветхий Завет подогнать под Завет Новый. Вот, друзья мои, не больше, не меньше. Как мы уже старославянской Библии, церковно-славянской Библии был Textus Receptus, принятый текст, византийский текст. Он же стал текстологической базой для русской синодальной Библии. Вот, при всех этих оговорках, при всех этих условиях, то, что произошло в 1876 году, когда было издано полное русское издание Библии, когда выпустлено было полное русское издание Библии, стало важнейшим событием. Потому что впервые со времен Кирилла и Мефодия у людей снова появилась Библия на более или менее современном языке. Выпуская эту Библию, это издание, его составители напоминали, что это, и подчеркивали, что это книга для личного и семейного чтения. Это не богослужебная книга. Поэтому был вопрос о том, почему же продолжают читать на старославянском, церковно-славянском языке, на служении, допустим. Потому что старославянский язык это язык богоизбранный, это язык благословенный, это священный язык. Русский язык, при всем нашему к нему уважению, священным не является. Потому возрастание в вере предполагает также познание старославянского священного языка, возможность читать священное писание именно на священном языке, наилучшим образом к этому писанию предназначено. Вот 1876 год, издание синодальной библии, потом переиздание в России, переиздание на западе, реформа орфографии 20-е годы. Уже в то время, как синодальное издание вышло, синодальная библия вышла, стало понятно, что нужно вносить исправление. Некоторые исправления внесли потом в 1951 году, другие так и не решились внести. Синодальная библия в чем-то законсервировалась, а делались другие переводы, были попытки других переводов. В частности, в 50-е годы 20-го века епископ Кассиан Безобразов в Париже сделал новый перевод священного писания, так называемая библия Кассиана, новый завет в переводе Кассиан, он перевел только Новый завет, издается он обычно деглотом, то есть у вас в одной колонке русский язык, другой английский. Вот с английским иногда печатается перевод, который похож на синодальный, по языку, по стилю, но немножко не такой. Вот это перевод Кассиана. Кто-нибудь слышал это вообще название? Имели дело с таким переводом? Есть у вас. Да, вот это перевод Кассиана Безобразова в Париже в 351-й год. Не успел я это все выложить на слайда, ничего страшного. И дальше уже 80-е годы, 80-е годы 20-го века, начало перестройки, гласности, начинается миссионерская деятельность, активная миссионерская деятельность, и делаются несколько переводов. Тут нужно различать переводы и пересказы. Во-первых, делаются несколько переводов с английского. Например, по-английски есть такое Living Bible. По-русски возникает текст, который называется Слово жизни. Слово жизни, Библия на современном русском языке, ну такой получается либо очень вольный перевод, либо близкий пересказ. Но переводилось это с английского. Уже в конце 20-го века, в последние десятилетия 20-го века российское библейское общество воссозданное во время перестройки, Российское библейское общество начинает работу над новыми переводами Библии, осуществляются издания книг Ветхого Завета, и Валентина Кузнецова делает перевод Нового Завета, который потом проходит изменение некоторую правку и одобрение российским библейским обществом. Называется Радостная Весть. Но Кузнецова уже работала не с византийским текстом, а с текстом эклектическим. На переводе это весьма отразилось. Вот такая в общих чертах история. А теперь да, пожалуйста. Я слышал такие высказывания Гедеоновская Библия. Это что за? Гедеоновская Библия это организация Геренс, Гедеоны, в честь того Гедеона, о котором говорится в книге Судей. Это американская изначально организация, но сейчас организация международная, цель которой дать Библию каждому человеку, который хочет ее читать. Причем Гедеоны издают Библию маленького формата на тонкой бумаге и часто они делают Новый Завет плюс Псалмы или Новый Завет плюс Псалмы плюс Притчи. А за границей, когда вы приезжаете допустим на Запад, в следующий раз будете, в Германии, в Англии, обратите пожалуйста внимание, вы приходите в гостиницу, особенно в хорошую гостиницу, там лежит Библия. Сейчас, правда, стали иногда класть кроме Библии еще и сборник поэзии, потому что люди стали возмущаться, что я неверующий, зачем мне Библию, ему дают, допустим, английскую поэзию. Пробовали положить Коран, но мусульмане стали возмущаться, потому что это святая книга, а в гостинице неизвестно, что там в этом номере будет происходить, как там Коран будет находиться, видите, разницу такую, христиане с удовольствием, хотите класть Библию, да, обязательно, без проблем, а вот с Кораном получилась такая накладочка. Так вот, гедеоны выпускают на русском языке синодальный перевод Библии. То есть, это не перевод гедеонов, это синодальный. Переводы отдельные, немножко измененные переводы выпускали свидетели Иеговы, и они, да, у них есть свой, а они немножко слукавили. Они сказали, что выпустили перевод Ветхого Завета, который выпустил, который сделал все время Макарий Глухарев. Ведь текст Макария в начале 60-х годов 19 века все-таки напечатали. В православном журнале его таки напечатали уже после смерти переводчика. И свидетели Иеговы этот перевод нашли, и с некоторыми изменениями его издали уже в 20 веке. Перевод Макарии им понравился, потому что имя Божие там переводится, как Иегова. Не всегда, но очень-очень часто. И они говорят, вот мы сделали такой подарок русской культуре, мы открыли для русской культуры давно потерянный перевод Библии. Они перепечатали по православным журналам 19 века, но несли свои правки. Все бы это было хорошо. И это действительно хорошо. Но мы возвращаемся к вопросу, какой перевод лучший. Вопрос этот на самом деле ответа не имеет, потому что любой перевод это интерпретация. Вот лучший для чего? Вот что лучше, стол или стул? Ну, простите, но это смотря какое употребление для них. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok